Портреты муниципальные, потому что это город, это город, пусть город и разбирается. Так делают во всем мире, скупают конкурентов и уничтожают, но я категорически против этого. 28 лет назад и все работало, все было хорошо. Нет, пришли эти в прошлом Сейбе и начали там уничтожать Лемберкса. Виллис, можешь, пожалуйста, рассказать, что такое реформа портов и почему это важно? Ну, предыдущее правительство, предыдущий Сейбе загнали эту реформу в тупик. Там Борданс хотел как бы обыграть Лемберкс, отобрать Лемберкс и все. И так получилось, что покалечили и Менспинский, и Рижский порт. Лемберкс, они как бы спаслись, они сказали, нас не трогайте, у них все осталось по-старому. И я вижу единственный правильный выход, это вернуться к старому законодательству. Как было? Можно это законодательство улучшить как? Передать, например, все управление местным властям. Так как Венспилс занимает 44% от города, порт, территории, а Риги 11%, значит Рига и Венспилс должны отвечать муниципалитетам. Зачем туда еще, как бы, зачем там присутствовать правительство? Потому что до этого было 50 на 50? 50 было на 50. В принципе, я смотрел, во многих европейских странах порты это муниципальные, потому что это город. Это город, пусть город и разбирается. И то, что сейчас хотят, что порты будут заведоваться только... Государственная компания, которая будет, как бы, снимать стружку со стивидом, с компанией, которая реально грузит грузы. Это очень неправильно. Все деньги компании, которые платят аренду, должны вернуться в канал, на углубление, на новые причалы, на подводные дороги в порту. На этом все должны возвращаться деньги, а не поставить еще одну компанию, которая собирает, и еще прибыль их будет иметь. Значит, стивидоры не будут конкурентоспособны с Плайпена и Спалина. Тут еще ходят слухи, что на самом деле порты готовят к такой некой скрытой приватизации. Если есть приватизация, сделают компанию, в которой в уставной капитал поставят причалы, площадки и продадут на бирже. Клайп это купит, литовцы, и скажут, зачем нам это? Клайп это коротко это. Так делают во всем мире. Скупают конкурентов и уничтожают. Но я категорически против этого. Мы сейчас пишем, как раз, как только закончилось заседание Сейма, где были такие острые дискуссии по этому вопросу. Я очень часто слышу сравнение с Клайпедой. И сегодня такой аргумент прозвучал, что видите, Клайпеда, она изначально была только на экспорт. А мы только тут говорим транзит, транзит, что нам это не нужно. Вот опять вот произвучал этот тезис. Люди просто не знают ситуацию. Ну, например, было в свое время, у нас был такой Вент-Калли, который грузил белорусский Калли. Несколько миллионов тонн в году. Потом из своих разборок в Вент-Филсе, Калли забрали литовцы в Клайпед. Это же тоже был транзит. Какой экспорт? Транзит из Белоруссии через Клайпедский порт. И так много грузов, которые к Клайпеду грузят. Например, они сейчас пристраиваются к украинскому зерну. Зерно. Украина экспортирует 50 миллионов тонн. Там помнишь эти большие проблемы с кораблями, Россия, блокады, Одесса и всего. И я думаю, придет время, когда какие-то эшелоны, зерна, пойдут не только через Клайпед, но и через Рингу. Есть такая интересная тенденция, что и в плане вопроса с этими портами, что правительство очень часто говорит, что это какие-то некие стандарты ОБСЕ. Да нет никаких стандартов. Есть разные модели управления. Ну, например, голландские порты, тот же Роттердам. Он же также управляется муниципалитетом и грузит там 450 миллионов тонн в году. Это полтора миллиона. Они за четыре дня грузят больше, чем у ЛЭПа за весь год. И все идет, все нормально. Мы же у них в свое время поехали к ним и скопировали их законодавательство. Это было 28 лет назад. И все работало, все было хорошо. Нет, пришли эти в прошлом Сейбе и начали там уничтожать Лэбберкса. Уничтожили реческий порт, да. И рассказывают, что сейчас все будет только лучше и лучше. И не закончили это до конца. О чем сегодня шла речь? Что надо продлить это обсуждение этого закона, эту реформу до конца года. Потому что там много неясного. А в принципе, рано или поздно мы вернемся к тому, что это все уберем и оставим, как было в свое время. Реческая муниципалитет отвечает за свой порт. Все. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!